Пить нельзя, мыться опасно для здоровья, стирать рискованно. После стирки этой солёной водой особо портятся вещи от ржавчины. Вот посмотрите, данные пятна не вывалятся. То, что течёт из кранов жителей Николаева, техническая вода. Даже после очистки. Ещё в начале войны город остался без пресной воды из Днепра. И чтобы хоть немного облегчить жизнь, людям подали местную воду, Лиманскую. Я могу портить стирку вечера, только вечером, потому что с утра ржавая вода идёт. После семи месяцев использования солёной воды в квартирах начали протекать бойлеры, портятся коммуникации по городу, постоянные порывы труппы канализации. Устраняем утечку в воде на дом. Там она скрытая, попадала раньше в сливную яму, и сливная яма выбегала наружу. И такие вызовы, говорит бригадир, каждый день устранять их приходится при любых условиях, и под обстрелами, и в дождь. От этой солёной воды она сейчас разрывает её. Если чуть раньше хоть на чоп забить и поставить хомут, сейчас чоп она не держит. Пока ремонтные бригады проблемы устраняют, горожане сидят без воды. Это такой яркий пример того, что происходит с нашими трубопроводами после солёной воды. Эти трубы могли просуществовать ещё 10-15 лет. И всего за несколько месяцев солёная вода сделала такой ужас. Общая протяжённость водопроводной сети в Николаеве – 1200 километров. 240 из них стальные трубы, которые разъедает коррозия. Необходимы масштабные ремонтные работы, а самостоятельно городской бюджет их не вытянет. Сейчас мы сотрудничаем с донорами, со всеми бюджетами, которые только могут быть. С международными организациями, государственным бюджетом, чтобы только найти ресурсы на восстановление водоснабжения в Николаеве. А это уже ремонт на части водопровода неподалёку Херсона, с которого и начались проблемы у николаевчан. Это не случайное попадание или какой-то другой случай. Это целенаправленный подрыв. Специально оставить Николаев без водоснабжения и попытка создать ещё дополнительный вид оружия. Восстановительные работы водопровода Днепр-Николаев начались практически сразу после деоккупации Херсона и разминирования. Сейчас ремонт на финишной прямой. Уже отремонтированы три точки подрыва россиянами трубы. Осталась одна точка. На сегодня мы больше видим проблему в электроэнергии, которой нет сейчас на территории нашей Херсонской станции водозабора. По прогнозам Александра Сенкевича, как только станцию водозабора получится запустить, через 3-4 дня после подготовительных работ пресную воду подадут в город. Солёная вода наделала много бед. Ещё какое-то время после того, как появится пресная вода, мы будем видеть воду не того цвета, не того качества, но ситуация постепенно исправится. На время использования технической воды тариф город не менял. Будут ли повышения уже после возобновления нормального водоснабжения? Пока под вопросом. Субтитры создавал DimaTorzok